...испытывал обломов. Уют, кругом холодный мир, а мы тут в засаденном халате. Пока есть халат, можно какое-то время прокемарить. Очень много вопросов, и мне приятно, и они про выпускной вечер, что я думаю о традиции выпускного, и что бы я хотел школьникам сказать, и как я его воспринимаю. Для меня выпускной никогда не был парадом родительских числа, и для меня это очень такое трогательное празднество, лирическое, потому что это реальное прощание. Для меня, конечно, это не прощание со школой, я потому что в школе и работаю, что я терпеть не могу прощаться, и для меня выпускной не означает ухода из школы. Я просто в неё вернусь 1 сентября, и это нормально. Не знаю, сколько я времени смогу в ней проводить, потому что у меня намечено довольно много всяких поездок, и я, в общем, как-то роман меня не то чтобы не отпускает, но я уже не могу с прежней лёгкостью соединять журналистику, педагогику и писание книг. Мне труднее стало переключаться, и у меня больше времени занимает книга, чем я предполагал. Я раньше как-то раз в 2 года мог в большую книгу написать, там, роман или биографию, сейчас это года 3, если не 4, и мне особо некуда спешить с этой книгой, я как-то её пишу не для актуального контекста и не в расчёте на него, но тем не менее, ну, как бы её писание настолько меня занимает, что я не могу надолго от неё отрываться и не хочу, это порождает фрустрацию. Поэтому в школе я, наверное, буду, ну, раз в неделю, не знаю пока, может быть, вообще не буду в этом семестре, в первом, но так или иначе я из течения не ухожу. Я какой-то один класс буду вести обязательно. Скорее всего, это будет десятый, потому что уж очень я люблю вот бывшие девятые, ну, я их всех люблю, что там говорить, одиннадцатый обещает быть ужасно увлекательным, это вот такой класс, который страшно живо реагирует. В общем, не собираюсь я с этой работой завязывать, поэтому для меня выпускной никогда не прощание, но выпускной, он интересная психологическая ситуация в том смысле, что это последний раз, когда слово учителя для ученика что-то значит. Вот это надо понимать. Мы имеем значение для учащихся до той поры, пока они от нас зависят. Потом они начинают, знаете, я же говорю сейчас в основном, прежде всего, с коллегами, и я не вижу нужды с коллегами притворяться, прикидываться, потому что, ну, мы привыкли, честно говорить, с детьми, а уж друг к другу-то мы врать вообще не имеем никакого права. Если мы, филологи, как говорит Жалковский, будем друг другу врать, то кто же тогда будет чистен. Поэтому учитель очень быстро, почти сразу после выпуска, начинает вызывать у учащегося довольно снисходительные отношения. Он уже не может никак повлиять на его оценки, не может вызвать родителей, никак не может изменить его статус. Материальное положение учителя в России, по крайней мере, таково, что мама не горюет, то есть, конечно, оно всё-таки лучше, чем было, но большинство детей для себя рисует перспективу более яркую, чего там говорить. Профессия учителя, даже если она где-то оплачивается чуть не до 70 тысяч, а это считается очень хорошо сегодня, она, тем не менее, не престижна. Это профессия для людей, которые не поступили в другие вузы. Сделать профессию учителя престижной существует множество способов, но ни один из них в сегодняшней России не востребован, и назовите мне хоть одну яркую социальную инициативу за последнее время. Ничего подобного не произошло. Следовательно, говорить о каком-то повышении уважения к учительской профессии невозможно, и большинство детей смотрят на нас сразу после выпуска сверху вниз. Выпускной – это последний шанс, когда вы можете что-то школьнику сказать и быть почтительно услышанным. Для меня выпускной, а я, кстати, и в вузовских своих группах всегда это практикую, это способ высказать ученику все, или студенту, что я не мог ему сказать на протяжении года, от чего-то предостеречь, дать ему какие-то нравственные характеристики, хотя обычно, вы знаете, я стараюсь всегда поддерживать сугубо профессиональные темы разговора и профессиональные отношения с классом. Мне не хочется создавать секту. Но вот здесь это мой шанс что-то сказать школьнику. Большинству детей я обычно это делаю в форме предсказаний будущего. Это мой такой финальный аттракцион на прощание. Я школьнику говорю, каким мне видится его будущее, от чего я пробовал бы его предостеречь, что мне кажется в его поведении наиболее удачным, а что неприемлемым. Для меня выпускной – это повод для откровенного разговора. И давайте понимать, коллеги, что это наш последний откровенный разговор о детьми. После этого они будут к нам, конечно, приходить, они будут там вспоминать нас, да, там со всеми своими выпускниками, со всеми без исключения, я поддерживаю очень товарищеские отношения. А когда я встречаюсь с ними, кстати, вот здесь в Штатах очень часто, потому что огромный их процент уехал, мы всегда друг другу рады. Но надо понимать уже и то, что между нами возникло определенное отчуждение, мы видим все редко. Мне кажется, что выпускной – это единственный шанс для достаточно интимного, хотя это слово скомпрометировано, скажем так, откровенного и тесного общения со школьником. А видеть в выпускном вечере какую-то, понимаете, ярмарку родительского тщеславия, ну, это бывает, но это бывало раньше. Сейчас, по-моему, гораздо ощутимее кризис, кризис ценностный. И очень часто родители и дети просто не знают, что учащимся сказать вот в этот вот последний совместный вечер. Я, например, сегодня школьникам бы мог сказать одно. Вы выпускаетесь в очень некомфортный мир. Некомфортный в том смысле, что все зависит от вас. Вот самая лучшая ситуация, наверное, это когда от вас ничего не зависит, когда все решает история, когда действуют механизмы истории, когда ветер дует в ваши паруса. Сейчас нет никакого ветра, в ваших паруса вам приходится дуть самим. Вам приходится самим выдумывать себе мотивации, цели, задачи. Более того, судьба страны зависит от вас. Вот никогда так не было, чтобы несколько предыдущих поколений были так глубоко, так безнадежно скомпрометированы, чтобы за 20 лет у такого количества людей отняли какие-либо надежды, какие-либо представления о добре и зле, чтобы было все так скомпрометировано. Но я просто этого не помню за последнюю российскую историю. Значит, вам предстоит все дело с нуля, и вам предстоит получить страну и решить, куда ее вести. Не нужно думать, что вам будут очень сильно мешать. Уже дряхлый дракон довольно, уже довольно беззубый, разумея под драконом, конечно, не Путина, а ту систему, для которой он наиболее удобен. Я вообще против персонификации. Система – это дряхлая, дряблая, не способная ничем, кроме новых репрессий, никого увлечь. Не думаю я также, что эта система способна породить, значит, черных, она уже довольно черная. Если они серые, то это потому, что они бывшие черные, они будущие, они такие выцветшие, знаете, такие, что называется, старые волки, да, медведь-балу, который уже одрехлел абсолютно. Поэтому здесь, ну, то есть, акела, который уже не промахивается только потому, что не прыгает. Я не думаю, что ближайшее будущее подарят нам цивилизацию Квачковых и Стренковых, потому что, мне кажется, они показали свой уровень управления в Новороссии, и там, ну, мне кажется, для того единственно и нужно было дать им возможность как-то вот построить общество по своему образцу, чтобы все увидели кошмарность этого общества. И я думаю, что защищать его как идеальное не будут сейчас даже фанаты русской весны, потому что, ну, не получилось, чего там говорить. Значит, приходится признать, что вам придется все делать с нуля. Это печальный вызов, трудный вызов, но интересный. Поэтому вот вам, дорогие дети, выходящие сегодня в возрослую жизнь, я не обещаю жизни легкой, но обещаю жизнь увлекательную, увлекательную. Да, как говорит Мария Васильевна Розанова, да и Бог здоровья, самая страшная смерть все-таки от скуки. Какие новые книжки и...